Сходила и собрала небольшое урожай земли. Клубнички, такая мелкая, но вот сейчас помою деткам. Да, Маша сейчас пойдет еще что искать пойдешь? Землянику. Соберет. Вот так вот мы протяпали картошку, но еще не все, еще вот там вот тяпать надо. Еще руки не дошли. Мне надо сейчас зеленью будет заниматься, полоть опять все заново, потому что все опять травой затянула. Вообще капитально. Все видите, травой опять затянула, опять все полотна. Ладно, что-то парник закрылся, видать, от ветра пойду парник открою. Вот вы мне пишите, Настя уже свой укроп должен быть. Вот он, ребята, у меня, но он еще совсем маленький. Я не хочу пока его даже трогать. Пусть подрастет, чтобы на зиму нам с вами наморозить побольше, поэтому пока не трогаю даже. Полоть опять все надо. Салат мой листовой вкуснятический. Там тоже свекла. Кабачки с капустой. Тоже свекла. И картошка. И наши курии, которых вы просите почаще показывать. Мы им траву каждый день, ребят, кидаем, так что не переживайте. Немножко скашиваем, кидаем, скашиваем, кидаем. Поэтому они как бы траву каждый день едят. Ладно, пошла я тесто на блинчики заводить. Сейчас сделаю тесто на блинчики. Девочки будут блинчики жарить. Так что вот такие вот дела. Ладно, пойду тесто делать. Так, навела тесто для блинов. Кстати, вот такой тазик новый купила. Он с крышкой идет. Сейчас вам покажу. Вот с такой вот крышечкой идет. Можно хоть что делать. Он, по идее, большой такой. И навела тесто. Сейчас будем жарить блины. Будем испытывать нашу с вами новую сковородку. Вот такая вот она. Как раз по объему нашей плиты. Новые лопатки приготовила. Все помыла, все приготовила. Ну что, будем жарить блинчики. Хотите лайфхак? Как использовать масло? Экономно. Смотрите, что я придумала. Бутылку перелила. Купила обычный дозатор. И все. Один пшик, считайте. И сковородка уже опрыснута. Вот так вот будет у меня использоваться масло. Ладно, сейчас будем жарить первый блинчик. Посмотрим, что получится. Так, дорогие друзья, жарю блинчики. Жарятся хорошо. Уже вот такую стопочку нажарила. Тут еще полтазика. Вот это все-таки удобно. Масло меньше расходуется. Один раз брызнула их все. И нормально. Ну, я в тесто, по идее, еще немножко сначала не добавляла. Потом у нас подписчица общалась. Она говорит, а почему тесто не добавляешь? Масло. Я говорю, ну, что-то как-то никогда не добавляю. Добавила немножко. Но все равно прилипает, ребят. Поэтому мне удобнее сковородку просто брызнуть один раз и все. И жарить на этом. Ладно, жарим сейчас. Приготовим тарелочки. И дадим маленьким кушать уже. Так, Маша у нас разлаживает блинчики. Я тут жарю. Продолжаю. А Маша по три блинчика пока сейчас всем деткам дадим. Чтоб они покушали. И сгущеночку нальет. Ну, вот так тарелочки здесь разложила. Да, Маша? И разлаживает. Блинчики, наверное, вкусные. Ну, у нас всегда вкусные они, да? Угу. Маша, так ты для удобства вот так вот с этой стороны, вот в эту сторону. Тут согнула и лыжи на тарелочке. Ладно, пусть продолжают делать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Смотрите, как Маша себе мажет блинчик. Не надо пока, Маш, пускай бы он полежал. Ты давай свой делай. Я в шоке. Не, чтобы просто макать, Маша решила по-другому сделать. Вот напишите, кто такие с блинчики. Она сейчас его намажет, и что ты дальше можешь делать? Логово подожди, значит. А, треугольником сложишь или закрутишь? Треугольником. А тебе на все блины-то хватит сгущенки? Да. Или ты еще добавишь? Эх, напишите, как вы кушаете. Ура, ребят! Я блины дожарила. Еще вот такая стопа осталась. Брючки кушают. Сковородку сейчас помою. Плитку сразу, видите, приготовила. Помою сейчас. Классная, ребят, сковородка. Рекомендую. Мне она понравилась. Масло мое, видите, за все время. Потратила еще чуть-чуть. Удобно все-таки вот так вот брызгалка. Удобно. Тут детки кушали уже. Тарелки меня тут понатаскали опять. Ладно, пошла я тоже чай попью. Пожарила блинчики. И мы чухнули, что у нас нет хлеба. Я решила прогуляться. До магазина. Это хорошо на улице, ребят. Благодать. И у нас сегодня кошка-коза испортила тюль. Не тюль, а сетку на окне. Я на кухне полностью окно открыла. А она за мухами стала прыгать и прыгнула прямо на сетку. И как вы думаете, что там? Пишите в комментариях. Ладно, ну а я пошла в магазин за хлебушком. Ну и посмотрим, что-нибудь. Ильюша уже пришел домой. Он сейчас колымит ходит. Пытается заколымить, чтобы идти на права учиться. Ладно, идем. Всем доброе утро. Мариночка, скажи привет. Привет. Привет, да. Мы идем в садик. Ребята тут вчера играли. Домики опять, да, строили? Да. Там коттеджи. Коттеджи построили? Хорошо. Все, Мариночка с Ванечкой в садик идут. Я счастливая. Довольная. Сейчас мы идем на автобус. Мне надо просто пораньше сегодня освободиться. Да, Ваня? И пойдем. Дождик был, да, сына? Да, кстати, ночь у нас дождик был. Пишите, какая у вас погода. Ладно? И идем на остановочку. Капала, капала. Сюда, сюда, иди, шагай сюда. Давай ручку маме. Ладно, шагаем. Всем доброе утро, дорогие друзья. Извиняюсь за свои посетки. На кухне решила уборку навести. В целом, отвела уже ребятишек в садик. Пришла, кофе попила. Сейчас поставила. Хочу сварить макарошки и сделать котлетки. Ну, такие куриные палочки у меня там еще остались. Их сделаю. И все. Потом я на вас ездил в город. По делам. А потом кучу прополки, грядки будем полоть. Много-много-много грядок полоть. У нас сегодня всю ночь дождик шел. Прям вообще. И хочу купить сало. У меня там чесночные стрелки уже есть. И свежее сало купить, перекрутить на мясорубке, сделать шпит. С чесночными стрелками. Должно быть очень вкусно. Ладно, дорогие друзья, я делаю кушать. Сейчас приготовлю покушать. Дорогие друзья, я приехала в город по делам. Ходила тут, тут не делала, сделала. И мне надо сейчас сходить в Алперис. Забрать заказ. У меня там пришло жидкое моющее средство для посуды 5-литрового. Помните, которое я говорила, что для рук у меня пришло? И, кстати, цену я тогда вам неправильно сказала. Я брала ее по акции со скидкой за 297 рублей 5-литровую для рук. А сейчас должно прийти еще для посуды. Так что идем в офис Валберис. Заберем моющее средство для посуды. Напишите, какая у вас погода. У нас жарко. А я когда уезжала, прохладно вроде было. Ну, после урагана. Видите, как дерево, видать, падало. Одни корни торчат из земли. Жарко, конечно, очень жарко. Мне надо сегодня еще до подруги сходить. Унести пару улетяток. И корм для котов, для кота. Для их него. Просто я предложила, говорю, попробуй тот корм, которым мы кормим нашу Василису. Он премиум класса считается. И вот хочу немножко дать ей, чтобы она на пробу проверила, будет нет у него аллергия. Так как у нее тоже сфинкс-кот. И вот потом посмотрят. Если не будет аллергия, значит, будут тоже его заказывать. Ну, хороший корм. И кошка на нем хорошо растет. Мне как бы нравится. Если машина завалит. Так что вот такие вот дела дома у нас. Здесь, видите, здесь в этом доме свекровь у меня живет. Но сейчас мне некогда за нее доходить. Вот так как у нас днем один автобус ходит, и дома дети у меня одни. Может, на работе. Я уже с утра покушать сварила. И вот убежала. Я супик молочный сварила. И макароны с котлеткой. И по делам, по делам, по делам. Ладно, бежим, бежим в офис. Ура, дорогие друзья, я дома. Знаете, какая на улице жара. Я себе покупала такую Ку-Ку-Ку. Но у меня сейчас ее уже дети отбирают, да? Сейчас вот только что сделаю и отдам им. Видели? Видели, видели? В целом, съездила в город, забрала заказ. И зашла, взяла себе вот такой половник. Давно хотела, смотрела. А нынче он со скидкой по 89 рублей был. Деревянная ручка. Вот так вот сделала. Деревянная ручка такая, дырочка есть. Тут я веревочку сделаю. В скидках, в чок, повешу. И вот такая, она как силиконовая, что ли. Для блинчиков делать классно будет. Вот целом, вот такой половник. Кухонные радости небольшие. Так, мадам, ты совсем офигела. Дальше, Маша. Как ты думаешь, зачем я ей ездила? М? Нет. Да. Я Маше привезла ее на Радость. Два ретикулята светлого стандарта, светлой ногой. На, Маша, держи. Забирай. Так, тут контейнеры просто. Я дома контейнер забыла, пришлось купить. А, тебе подвинуть надо? Она просто не хочет в кадр попадать. Потому что она в маленьком. Дальше, взяла заправку для корейской моркови. Кую-то, жидкую попробую. Что за это? Сыбородку взяла. Два пакетика. Хочу сегодня огурцы, помидоры подкормить. Да это что такое? Ты что, кошка, сегодня у меня такая наглая? Две маски еще взяла. У меня всем детям не хватает. И, ребята, я вам рада взяла. Шоколадную пасту. Паста орехово-шоколадная. Вот такую вот. Дальше. Да это что такое за кошка такая у нас сегодня? Лезет в наглую на стол. Никогда не лазила на стол. Тут полезла прямо. В корм пришел уже. Вот ему еще один. Потому что он частями почему-то пекает. И забрала заказ. Помните, я вам говорила, что я мою еще средства заказа. К нему еще и подарок шел. Стирельный порошок попробуем. Вот такая вот фирма. Как-то бы так показать, чтобы вам видно было. Ну вот. На пробу. Подарок шел, да? И вот такое вот средство для мытья посуды. Беру уже не первый раз. Поэтому очень нравится тут в коробочке. В коробочке еще какие-то эти. Скидки. Добрый день. Благодарим вас за покупку. ТТТ. Опять взвод. Поставьте нам. И вот брошюра на 5 литров. Все вот это. Вот это средство брала. Не первый раз беру. Очень понравилось. Поэтому опять взяла. Оно такое в меру жидкое, в меру густое. Иди сюда, покажись. Ну давай, лицо покажи только. Что тут порошка? Хладно. Маша просто себе улитку на лицо посадила. Улитки только у нас, если какие-то новые улитки появляются, Маша... Чего тебе надо? Кошка коробку оприходовала сразу же из-под моющего средства. И Маша сразу улиток всех на лицо сядет. У нас своя улиточная ферма дома. Можно так сказать. И масочный салон. Да, Маша? Маски на улитки. Знаете, вот в салонах хорошо же берут деньги за это. А у нас дома такой салон. Вот такие выдела. Кому, кстати, нужны улиточки, могу подарить. Потом показать, какие у меня есть. Если кто-то хочет, напишите. Подарить или продать там, посмотрим уже. Для мытья рук, для посуды. В этой серии, кстати, есть и для мытья рук, и для посуды, и для всяких этих. Если кому надо, нажмите на паузу и посмотрите. В целом, вот такой вот заказ был. Ну, порошок ни разу этой фермы не брала. Вот как раз опробуем. Супер концентрат без запаха. Ну, вот как раз попробую. Одна стирка, 3 килограмма белья. Проверим. Все испытаем, все проверим. Вот такие вот, ребята, у меня были покупочки. А, еще не все, еще, 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 еще не все, ребят. Вот какая я врубит, да, опять. Нехороший я человек. Вообще нехороший. Деткам взяла печеньки. Хлеб маковый, ребятишки, вам опять взяла. Они у меня маковый хлеб обошают. Они его делают в тосте, а потом сверху сливочным маслом мажут. Кто сливочным маслом мажет, то просто, да, ест, Маша? Кто как, короче говоря. Потом дальше. 2 литра молока, Машенька, возьми, пожалуйста. Убери в холодильник, будь добра. И 2 булки белого. Вот в целом все мои покупки вот такие вот. Ладно, дорогие друзья, сейчас я переоделась. А то с меня 7 потов, волосы все сырые. Все тетет. У нас жра такая, ну, прям вообще. Ладно, пошла я переодеваться и все это убирать. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok